Молодцы ребята сегодня выдержали план на игру, очень дисциплинированно играли, соблюдали структуру игры, особенно очень важно было коллективные действия в обороне, чтобы мы слаженно действовали. Сегодня в принципе это полностью соответствовало тому, к чему мы готовились и что мы хотели реализовать на футбольном плане с точки зрения организации оборонительных действий. С точки зрения атакующих действий, понятно, мы стремились сработать в контратакующей манере, искали свои шансы в быстрых встречных атаках. Были у нас неплохие моменты, опять-таки можно говорить про реализацию, но не будем сейчас к этому возвращаться. Для того, чтобы забивать голы, надо улучшать качество работы на тренировках по реализации тех моментов, которые мы предлагаем ребятам в тренировочных занятиях. Ну и плюс, естественно, есть определенный дар футболиста, который способен забивать голы, помимо каких-то технических наработок, есть еще способные ребята, которые умеют это делать. Поэтому хотелось бы, чтобы все эти ребята, которые у нас есть, чувствовали эту уверенность в себе, что каждый из них может забить гол в любой голевой ситуации. Не важно, нападающий это полузащитник или защитник. Поэтому с этой точки зрения огромная благодарность команде за этот раунд плей-офф Лиги Европы в матче с серьезным оппонентом. Андерлект – это серьезный соперник. Мы очень целостно выглядели по сумме двух матчей, я имею в виду с точки зрения конструктивных наших действий. И два поражения по 0-1, но при этом есть чувство того, что мы растем. Команда прибавила в уверенности, в ментальной уверенности. И я думаю, что для многих ребят игра на таком уровне в плей-офф Лиги Европы послужит, я и сказал сейчас в раздевалке ребятам, послужит отправной точкой для того, чтобы в дальнейшем в европейских турнирах, дай бог нам там участвовать, сейчас Лига конференции нас ожидает и в дальнейшем по их карьере, чтобы они были уверены в том, что, как говорится, не боги горшки обжигают. Можно с каждым соперниками играть, самое главное верить в себя, ну и, конечно, при этом реализовать голевые моменты. Если говорить не про реализацию, могло ли что-то, если что-то и все, чего, может быть, не хватило команде в этих двух матчах? Нет, объективно, объективно, ну не надо уже, как говорится, я не буду уже настолько, скажем, требовательным, да. Понятно, что всегда хочется чуть больше моментов голевых создавать, чтобы хотя бы забивать голы, да. Если не из тех моментов, которые имеем, не забиваем, значит, надо больше создавать. Но, опять-таки, важно понимать, против какого оппонента мы играем и возможно ли против этого оппонента создавать много голевых ситуаций. Ну, конечно, нет, надо стремиться к тому, чтобы создавать как можно больше, но 8-10 моментов вряд ли будет в игре с таким серьезным соперником. Поэтому из тех моментов еще раз готов сказать о том, что абсолютно никаких претензий нету к ребятам по другим компонентам, только с точки зрения реализации своих моментов. Если оценивать всех соперников, с которыми мы играли в эту группу, в эту компанию, кто может быть ваш лично поговорить, кто вам больше всего понравился в этот соперниках? Мне понравилась Динамо Минск. А из соперников? Из соперников, ну, какие соперники выпадали, как говорится, волею жребием и приходилось играть с ними, да. Вот, может, скажу так, что в какой-то степени, может быть, чуть-чуть удивил Линкольн, да, с точки зрения того, что вроде бы как бы команда, казалось бы, Гибралтар представляет, но при этом достаточно обученная команда с мастеровитыми ребятами, хоть и возрастными. Вот, с точки зрения того, что нам было сложно с ними, трудно в ментальном плане и очень многое было на кону, как говорится, да, все-таки, проходя Линкольн, мы попадали в группу конференций, лиги конференций. Поэтому, возможно, вот это немножко волнение, и тут не было недооценки, поверьте, настраивали мы команду на то, что там серьезные футболисты. Но вот эта зажатость, скованность немножко, которая давила на ребят именно с точки зрения того, что на кону выход в группу лиги конференций, вот это где-то немножко команда нас удивила, Линкольн, в том плане, что они, ну, организованно выглядели достаточно целостно. А так, Андерлег свой уровень показал, скажем, достаточно серьезный, я считаю, что это команда выше среднего европейского уровня, вот, команда, которая участвует постоянно в Еврокубках, если не в Лиге Чемпионов, то в Лиге Европы, поэтому достаточно серьезный уровень. Ну, Апиник играет в группе лиги, в плей-офф лиги конференций, я, кстати, сейчас не знаю еще результатов матчей, как они сыграли, вот. Ну и плюс Лудогорец уже вышел в группу Лиги Европы, поэтому достаточно серьезные соперники нам в этой Еврокубковой кампании попались, и которым мы противостояли. И считаю, что еще раз готов сказать, что ребятам огромная благодарность и вызывает гордость за то, что мы, вот, два месяца, находясь в Венгрии, да, с разъездами, мы сделали большое дело, и будет Еврокубковая осень. Мне, кстати, вылетел. Вылетел. Ну, 4-1 сегодня проиграли. Да. Можно сказать, что квалификация Еврокубков у нас завершена, впереди группа лиги конференций. Такой, может быть, стереотипный вопрос, но какую бы, может быть, мы не отцеплены поставили вот этим 8 матчем, но, как в целом, насколько вы довольны тем, как, в принципе, складывались эти все. Ну, скажу так, что за исключением, может, качество игры с Линкольном, что в первом, что во втором матче, да, именно по качеству, да. Опять-таки, есть объективные причины, я уже не буду повторяться, да, немножко вот это волнение, скованность все-таки, она сказалась на нас. Пока еще не хватает у нас такого Еврокубкового опыта, опытной команды именно в этом составе, я имею в виду, да. Динамо Минск-то с историей очень серьезной Еврокубковой, да, но это было раньше, вот, а сейчас в этом составе есть даже у нас дебютанты, вот, поэтому понятно, что где-то чуть-чуть вот эта скованность. Поэтому за исключением качества игры с Линкольном в первом и во втором матче, остальное, я скажу, что было очень отлично. Вот, поэтому с точки зрения оценки общей, если брать десятибальную систему, то я поставлю крепкую восьмерочку, вот так вот, за наше выступление в этой Еврокубковой компании. Впереди команда возвращения в Минск, после этого довольно-таки тяжелый график, играем буквально с каждой 3-4 дня. Насколько это может сказаться, скажем так, на ребятах? Ну, не будем, не будем ссылаться на это, потому что мы хотели этого, мы стремились и мы понимали, что это нам предстоит. Если так случится, что мы попадем в Еврокубковую осень, то надо быть готовым к этому графику, вот, поэтому понятно, что будет непросто, но я еще, у меня есть такая хорошая фраза, я ее часто говорю в таких ситуациях, ну, сильные духом личности никогда не будут искать, скажем, причин, которые могут помежать им достигать успеха. Мы будем искать средства, будем искать ресурс кадровый, возможно, уверен, что руководство клуба пойдет на мою просьбу, чтобы еще нам укрепить состав, все-таки для того, чтобы обойму нашу расширить, чтобы мы все-таки на всех этих фронтах справлялись, потому что, естественно, и травмы, и дисквалификации могут быть, и нам надо распределить силы, потому что и логистика, переезды, перелеты, поэтому с этой точки зрения нам в каждом матче надо быть в хорошем состоянии, вот. Ну, а уже тренерское искусство нашего тренерского штаба хорошо подготовить ребят каждому конкретному матчу, будь это чемпионат страны, будь это Еврокубки, Лига конференции или кубковая игра с Гродно.